Здравствуйте, друзья! Сегодня 3 апреля 2022 года, второй месяц страшной войны, которую развязала Российская Федерация, и все мы сегодня в шоке от того, что узнали о случившемся в Буче. Менее чем за месяц пребывания в Буче российские оккупанты убили порядка двух тысяч человек. Только в одной братской могиле 300 трупов. Везде по городу Буче лежат тела. Некоторые тела заминированы. В подвалах тела, вдоль дорог тела, прямо на дорогах тела. И вы уже наверняка видели эти чудовищные фотографии. Я в темноте, потому что соблюдаю светомаскировку. Что я вам хочу сказать. Не так давно ко мне еще до освобождения Буче обращалась коллега и говорит, расскажите, дайте советы людям, журналистам, дайте советы людям, которые оказались в оккупации. Вот как им надо поступать, чтобы выжить? Я ответила, что мне не очень хочется отвечать на этот вопрос, потому что, во-первых, я не жила в оккупации. Я уехала из Донецка на следующий день после того, как Гиркин вошел в Славянск. Потому что я как раз не хотела быть. Вы знаете, наверное, кто давно со мной, кто давно на меня подписан, что я из Донецка, у меня много друзей-активистов из Донецка. Ну, практически всех активистов из Донецка я знаю. И Володя Рыбак, которому спорол ли живот в Славянске, был мой знакомый. Вот. И я уехала раньше, чем стало известно, что случилось с Володей. Собственно, его похитили позже, чем я уехала. Но, тем не менее, у меня были эти мысли. Я понимала, что будет происходить. Тем не менее, в Донецке, на Донбассе, все-таки убивали, пытали, мучили, пленяли активистов. А в Буче издевались над всеми. Это важное отличие, которое говорит о том, что это был именно геноцид всех. Просто потому, что люди живут в Буче. Это ненависть к нам, к украинцам. Ненависть к Украине. Это просто желание истреблять. Так вот, возвращаясь к этому совету, который у меня просили дать, я сказала, что мой опыт вряд ли кому-то подойдет. Почему? Потому что у меня действительно давно сформировалось, еще с 14-го года, такое отношение, что, как черепаха, все свое ношу с собой и в любой момент могу встать, взять рюкзак, положить туда самое необходимое. Это будет какая-то аппаратура, какая-то техника. И просто уйти. Для меня уже давно материальные ценности не являются чем-то таким очень важным. Ну, так сложилась жизнь, такой у меня жизненный опыт. Но это подойдет не всем. Я с пониманием и уважением отношусь к тем людям, которые в оккупации остались, выжили, прошли через испытания. Но так получилось, что даже в Орзеле, в соседнем Гастомеле, и в Арпине, и в Бородянке так не зверствовали, так не пытали. Ну, по крайней мере, такая информация у меня на сегодня, как в Буче. В Буче было несколько подразделений. Роман Цимбалюк, уважаемый журналист, назвал одно из подразделений. Но это не все. Мне известно от бучанцев, что там лютовали, зверствовали кадыровцы. И мы с вами должны установить, кто это был. Мы должны с вами преследовать этих... Я не знаю, какое цензурное слово применить. Я не хочу ни свиньями, ни собаками, ни свинособаками, потому что это оскорбление. Даже орке это будет неправильно. Я думаю, что кадыровцы, это должно стать таким именем собственным, которое должно быть хуже, чем орке. Это должно быть что-то такое, знаете, вызывающее брезгливость, отвращение, ненависть и желание уничтожать. Потому что мне известно, что именно кадыровцы издевались над людьми в Буче. Так вот, как выжить в оккупации? Когда только мне стало известно, что входят оккупанты в Буче, в другие соседние города Киевщины. Я абсолютно искренне... Я-то другой человек, как я говорю, мой опыт не всем подойдет. Но я абсолютно искренне тем, кто хочет остаться ради того, чтобы сберечь свое имущество от мародеров, например. Это нормально? Это вполне нормальный мотив. Или потому что люди считают, что это опасно. И это действительно опасно. Послушайте мою интервью с Александром Матвичем, где она говорит, что не было ни одного, ни одного эвакуационного коридора. Говорилось, что, например, была эвакуация, организованная местной властью из Рупеня. Но 6-го числа во время эвакуации была уничтожена расстреляна семья. Женщина с двумя маленькими детьми попали под обстрел. Называется, выходили по эвакуационному коридору. И так везде. Как утверждает правозащитница Александра Матвичем, был только один согласованный с русскими коридор, когда действительно была возможна эвакуация. В остальных случаях люди выходили на свой страх и риск. А те, кто оставался, они принимали решение остаться. И они имеют на это право. Я вам объясняю. Потому что некоторые говорят, ну а почему из Мариуполя вовремя не эвакуировались? Я могу вам отвечать за Киевскую область, потому что я знаю там очень много моих друзей, знакомых. И уже однажды я говорила, с 2014 года пригороды Киева очень сильно выросли за счет переселенцев. Мои знакомые, мои друзья, переселенцы живут во всех населенных пунктах ближнего пригорода Киевской области. Потому что с 2014 года очень много переселенцев из Крыма, из Донецка, из Луганска, из Донецкой и Луганской области поменяли место жительства на ближний пригород Киеву. Это Киевская область, все, что близко Киеву, особенно на правом берегу, вот эти вот городки, в которых и происходили сейчас самые страшные события. Так вот, я абсолютно искренне считала, что я бы не осталась. Потому что я активист, потому что у меня другое отношение к жизни. Я легко могу встать и уйти, вот я вам на полном серьезе говорю, не рисуясь. Для меня это нормально, встать и уйти с одним рюкзаком. Но не все люди так могут, и они право, они имеют на это право. И многие, многие люди оставались, потому что они хотели защищать свое жилье от мародеров, или просто не хотели уходить из своего дома. Или же думали, и тоже совершенно справедливо, что есть высокий риск погибнуть во время эвакуации. Потому что очень многих расстреливали оккупанты именно в момент, когда они выходили из Ирпеня, из Буча, из Борзеля, из Бородянки. Расстреливали людей именно тогда, когда они попытались эвакуироваться. Поэтому это был их выбор, это было сознательное решение. Некоторые остались. Но никто, включая меня, не мог себе представить, что в Буче кадыровцы и другие сволочи, вот эти вот мерзавцы, подонки, нелюди, фашисты, будут убивать всех подряд. Этого мы не могли себе, я не могла себе этого представить. Я понимала, что активистам опасно. И я тоже говорила между собой, так мы общаемся с людьми, что надо удалить из телефона там компрометирующие в их глазах фотографии символики украинской, там переписки или контактный лист. У меня, например, в контактном листе тысячи людей, которые являются активистами, являются политиками, а у кого-то нет этого. И я говорила, ну какая проблема, если у тебя в телефоне нет никаких с их точки зрения нелояльных вещей, нет никаких там, никакой техники не сфотографировано, нет никакой переписки с их точки зрения компрометирующей. Но я была не права, потому что в Буче издевательство и террор, просто террор самый настоящий, и, наверное, правильно говорить, геноцид, от него пострадали люди, в том числе, которые не являлись активистами. Я вам хочу сейчас прочитать свидетельство человека из Буча. Здаётся, было 2 березня. Я и ещё десь 100 людей, среди которых были дети, жёнки и люди похилого века, ховались в укритті, яке находится в районе склозаводу «Стеколка». Ну так, местные называют. Там было противоракетное укриття, яке мало двое герметичных дверей. Когда расисты зайшли в місто, мы уже сидели там, но почти сразу нас нашли. За первый день они сломали первые двери, а следующий уже стукали в другие двери. Мы понимали, что в любом случае до нас доберутся и приняли решение открыть. Первые військовые Российской Федерации, которые зайшли до нас в укриття, никого не трогали. Дали нам своих пайків и сказали не выходить один-два дни. Пообіцяли, что после зачистки нас отпустят зачистки. Через два дня до нас зайшел уже другой загон. Эти тоже сказали сидеть несколько дней и не выходить. Доки мы находились в укритті, на улице уже зібралось больше 50 одиниц техники и очень много особого склада. Серед військовых были буряти, білорусы и россияни. На шестый день нас вивели на улицу. Людей похилого века, женок с детьми, отпустили. Меня и еще 14 хлопцев, это человек, рассказывает. Поставили на колено и забрали телефоны. Нас раздягли, почали шукати тату з націоналістичними символами, герби, руни и т.п. Тобто трезуб український – це вже для них знак того, що цю людину треба або вбивати, або катувати. Не знайшли. Це не націоналістичний герб. Це просто українська відзнака. Так само, як у россиян триколор, так у нас герб – це трезуб, це герб український. Тут немає нічого крамольного. Ну, зрозуміло, що росіяни – це збочинці, це люди-маньяки, не люди, точніше, яким це неможливо пояснити. Не знайшли. Тобто, і скалі ці татуировки не знайшли. Хлопців, яких знайшли фотографії техніки або якісь чати, які їм не сподобались, вбивали відразу. Вбивали відразу. От откуда ці накочислені трупи міна мужчин. Комусь стріляли в бік і казали – це, щоби домой не спішив. Тих, хто лішився в живих, почали бити і питати – где тірабарона, гдє живуть атошники. Вони знали, що у нас немає ніякої інформації, але все одно продовжували нас бити. Було видно, що їм це просто подобалось. Вони отримували задоволення від цього процесу. Після побоїв до моєї голови піднесли автомат і зробили вистіл біля вуха. А потім вдарили прикладом по голові. В результаті нас відпустили. Із 15 хлопців лишилася 6. Я не міг повірити, що залишився живим. Невздовзі після цього ми побачили перші каральні загони Кадирова. Кадирова. Це взагалі не люди. Чотири дня вони їздили і вбивали всіх, кого бачили на вулиці. Ну, так можна об'ясніть, чому прям вдоль вулиць їдуть наші воєнні, які вперше зайшли в Бучий. Вдоль вулиць прям по дорогам, по бордюрам, по тротуарам ліжать вдоль дорог і по дорогі ліжать люди. Я спостерігав, як вони вбили дідуся, який просто сидів на лавці. Ми кожного дня когось хоронили. Ложили ціла в ковш трактора, а потім, коли вони не бачать, копали могили і відносили їх туди. Тих, кого нам все ж вдавалось похоронити, були з простреленими потилицями, вирізаними щоками і другими слідами насильства. Такі дела. Ну, ви слышали, що в селі Матышин, це рідом з Бучей, тож розстріляли цілу сім'ю і інших людей. Да, вот Роман Цимбалюк установив, що стояла в Буче військова частина 51-460 із села Князі Волконська Хабаровського краю. Їсть вже і фотографії некоторих цих бурятів, але я повторяю ще раз. Це не всі, хто там був. Ми должны установити цих кадыровських маньяків, кадыровських садистів, і ми должны їх преследувати. Ми должны їх преследувати. Спасибо, друзі, що посмотріли це відео. Всем пока. Будьте здорові, берегіте себе.